Вот этот бред, понимаете, вот этот бред, который сейчас культивируют современные астрологи или всякие знатоки кармы, это просто такой бред, понимаете. Это даже вот, допустим, если человек учится в 10 классе, и он не может 2 плюс 2 сложить, вот это примерно то же самое, понимаете, это такой бред. Ну то есть сценарий, ну то, что прописано, это не называется сценарием. Сценарий – это когда надо играть роли, полностью ничего не меняя. Сценарий – это все, это означает фатализм, это то, что делали вот эти гусарская рулетка. Пытались, как бы, раз судьба, значит, или застрелюсь, или нет. Это не судьба, это свобода выбора, ты сам взял и пытаешься застрелиться. И судьба тут ни при чем, можно преждевременно погибнуть, если ты так хочешь. Можно просто прыгать с 9 этажа, зачем тебе стрелять себе в висок. Тогда уже наверняка сработает. Ну то есть, понимаете, есть определенная нагрузка энергетическая в разных направлениях жизни, которая прописана судьбой. Нагрузка, то есть, допустим, нагрузка на семейную жизнь, нагрузка на здоровье, нагрузка на работу. Ну то есть, есть определенное злое влияние, которое прописано, это все есть. И у нас есть свобода выбора. Допустим, если на мою судьбу влияет такая сила, а я неподвижное положение тела практикую, допустим, которое выдавливает это злое влияние, если я помню о Боге в это время. Память о Боге, аскезы, добрые дела, они нейтрализуют по-разному, все по-разному нейтрализуют это влияние времени или судьбы. И таким образом человек может избежать последствий. Но бывает, судьба настолько сильно давит, что у него не хватает силы справиться. Тогда это уже, ну как бы, в этом случае это происходит. Но это не означает, что приопределено, потому что, если у вас, допустим, вы тренировались больше, и силы у вас было больше, то вы бы справились. Понимаете? То есть, опять нет такого, что есть какие-то события, которые точно невозможно ничего сделать, изменить. То есть, это все зависит от силы. Вот, допустим, у меня была возможность сделать так, чтобы вот эти браслеты, они очень массово влияли на ситуацию, которая сейчас происходит. И у меня не хватило силы, духовной силы, чтобы это сделать. Злая энергия разрушила мою возможность. И она разрушала несколько раз. Когда я уже подходил к своей цели, но уже приходил к тем людям, которые влияют на ситуацию сильно, с ними общался, наступал такой момент, потом происходило какое-то очень событие жесткое, которое мешало мне дальше, ну, помочь этой земле с помощью своего знания, которое имею. Я сейчас как бы не выпендриваюсь, я просто говорю, что реально это работает все, и какая-то помощь может быть. Но у меня просто не было возможности. То есть, никто даже не проверил, как это работает, потому что так действовала моя судьба. Это не потому, что все плохие, и как обычно, знаете, люди, которые не могут методики продвинуть свою, они говорят, у нас плохая медицина, все там сидят плохие. Ну, такое, знаете, начинают просто грязь на всех лить. Если ты такой хороший, ну, возьми и сделай так, чтобы все узнали о твоем лечении. Нет, ты не можешь, это значит, что у тебя слабая судьба. Примерно так. То есть, есть возможности, а есть желания. Если у человека нет возможности, это не значит, что это невозможно никогда. Просто нужно учиться быть сильными, и все, тренироваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...